Тебя еще не тошнит от рода? О, амор, 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 да мэш, амор, амор, амор. Ни хрена себе, Тимуан. Да Тимур не проявляет. Нормальненько, так упаковал, хорошо. Тэ амм, тэ амм, тэ кэ. Заканчивается съемка, и что ты ему говоришь? Ну все, пока. Очень много разного говорят про проект. Ну эти люди, которые говорят, я их не вижу. Тиня сопчат. Ну а то, что он передал потом привет Насте. Ну, бла-бла. И я такая. Я не можешь сделать ничего, чтобы понравиться человеку. Я смеюсь не потому, что мне весело. Я смеюсь, чтобы, наверное, не плакать. Я думаю, если я такая плохая, зачем жить тогда мне. Привет. Ты понимаешь, да? Тебя еще не тошнит от рода? Слушай, уже у меня вообще красная роза ассоциируется с каким-то гербами, шоком. Типа получишь, не получишь. Но ты еще их не ненавидишь пока? Ну, если мне их дарит тот, кто не дарит другим, то, конечно, мне нравится. Ну а тебя тоже приятно. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Катя Сафарова. Мне 23 года и я из города Барселона. Наверное, я очень веселая, спонтанная, сумасшедшая иногда бывает. В хорошем смысле этого слова. Ну, это, наверное, то, о чем я могу гордиться, наверное, это, что я разговариваю на четырех языках и люблю математику. Проект Холостяк – это одно из самых ярких событий в моей жизни. Вопрос, на который я чаще всего отвечаю, ну или ухожу от ответа, это что же у меня с Тимуром Ильдаровичем. Так, ну что, рассказывай мне, во-первых, так, во-первых, покажи мне кольцо, то самое кольцо. Ребят, ну оно очень красивое, а ты прямо его носишь. Я стараюсь его не носить каждый день, все-таки, это такая очень спешл вещь, которую я, наверное, даже для себя не хочу, так скажем, затаскать, то есть я хочу, чтобы, когда я его одевала, я понимала, что вот это какой-то особый случай. А ты вообще любишь ювелирку? Да. Смотрю, такая, нормально, да у тебя все, облес уже такой неплохой, часики тут нормально, тоже за нормальную стоимость, я смотрю, там браслетики. Нормально, это все новое или это уже какое-то время этим всем часам, браслетам? Ну, как какое-то время, это Тимур мне подарил. А, это все, то есть и часы он тебе подарил, и браслеты. Нормально, Тимур, хороший ты парень, я тебе хочу сказать. Я не знаю, я не знаю, нормальненько, так упаковал, хорошо. Слушай, ну, хороший вкус у Тимура. Мне тоже нравится. Ну, это ты сама выбирала или он тебе просто подарил? Нет, все он подарил, там выбрал, но он попал прям в точку. Допустим, с часами я люблю такие более большие мужские часы, мне кажется, на девушке они смотрятся, ну, стильно. Ну, эти часы он тебе подарил после проекта или до? Во время? На Новый год. А, даже так. Тогда гравировка тоже. А ты знаешь, я, о, покажи гравировку. Там написано Noir Rosas Sinus Penus. Это ты попросила его так или он сам придумал? Нет, нет, он все сам придумал. Какой молодец вообще. Слушай, ну, а когда девчонки тебя увидели в этих часах, ты приехала на проект? Они не видели, мы не виделись. Я очень люблю людей, люблю узнавать истории их жизни. Каждый человек для меня особенный, и мне всегда хочется раскрыть его с новой, не всем известной стороны. А еще мне нравится наблюдать за тем, как на экране разворачивается захватывающая история героя сериала или кино. За последнее время вышло так много интересных сериалов и фильмов, и самое главное, что все их сейчас можно посмотреть, не выходя из дома. Что в условиях пандемии, согласитесь, очень удобно. Последние новинки я ловлю в онлайн-кинотеатре KION. Оценить онлайн-кинотеатр вы можете самостоятельно, ведь для новых пользователей работает пробный период. А по промокоду FAMETIME можно получить бесплатный доступ на месяц ко всему контенту KION по подписке SuperPlus. Все подробности в описании. После Нового года мы поехали снимать финал в Дубае, а в Дубае нас разделили. Мы не жили вместе, мы жили уже не в на виле, а в отеле. И каждая жила в своей комнате с каким-то человеком из команды. И снимают вас постоянно, а выходит... А, нет, не постоянно. Нет, нас снимают какие-то моменты, то есть снимается реалити, это когда мы что-то обсуждаем, это может быть на вилле, у бассейна, ну и мы просто разговариваем на темы, которые хотим. То есть вы всегда знаете, когда вас снимают, то есть нет такого, что вас где-то подсняли, а вы не знаете, не всегда, не всегда. Есть, были такие моменты, когда мог человек с камеры подойти, где-нибудь из-за угла снимать, и девочки не знали, что снимается. Меня Тимур украл на мотоцикле. Переодевайся, пойдем. Я здесь издеваюсь, он там новый. Я приехала, и мне нужно было... Ну как, мне просто нужно было поделиться с кем-то. Я поделилась с Алисой и с Таней, девочками, с которыми я жила в комнате, ну вообще своими впечатлениями. И мы сидели на террасе, где обычно никогда ничего не снималось, там все было обставлено какими-то прожекторами, очень много было проводов, и как бы я вообще не думала, что кто-то там, это была ночь, ничего не видно. И потом я вот так вот оборачиваюсь, когда я, в принципе, уже все рассказала, и там стоят, вот из-за угла снимают. Ты обучила вас вообще? Нет. Да нет, Роз. Ну и, конечно, я поняла, окей, это вошло в эфир. Ну были моменты, да, когда вот Тимур меня типа отправил домой, и потом я просто не знала, снимается это, не снимается, я просто была в таком шоке, я стояла, ревела, потом смеялась, потом мне сказали бежать переодеваться, я тоже не знала, когда мне снимают что, но то есть в этот момент я просто не знала, что происходит вокруг нас. То есть ты не знала, что он тебя вернет обратно? То есть ты просто была в шоке от того, что он тебя отправил? Ну конечно, но я даже в такую фразу скажу, я не верю. И я понимала, что в принципе, если Тимур меня приглашает на свидание, делает мне какие-то сюрпризы, значит я ему вроде нравлюсь. Подожди, но там же он всем делал какие-то сюрпризы и свидания. И в одном из видеообращений, как раз перед вот этой вот церемонией, я у него спросила, говорю, слушай, давай сыграем в игру. Понятное дело, если я на этом проекте, я еще до сих пор здесь, значит ты мне симпатичен. Давай, если я тебе симпатична, ты мне скажешь какую-нибудь фразу на испанском на сегодняшней церемонии. Это будет означать, что я тебе тоже нравлюсь. То есть он мне сказал фразу на испанском, то есть я поняла, что окей, я ему нравлюсь, значит, ну все супер. И тут на следующей церемонии он отправляет мне домой. То есть у меня в голове был такой, ну типа, что в риск ходит туда, как бы что вообще происходит. И потом я сажусь в машину. А он еще говорит такой фразы. У меня есть чувство. Ко мне. И поэтому. И из-за этого. Вот все может плохо кончиться, да. Ни хрена себе Тимуан. Ну потому что ему вообще это не свойственно, он так очень сдержанная в эмоциях. А тут даже не мои додумки были о том, что я ему нравлюсь, он мне сам в этом признался на прошлой церемонии. А на следующей говорит мне, что мне нужно поехать домой, потому что у него есть ко мне чувства. То есть мое состояние в этот момент было, ну зашкаливало. Просто каким-то шоком, непонятием. И я ехала в машине, мне брали интервью о моих чувствах, как бы что я думала вообще, что я чувствую. Там мне вставили моменты, когда у меня просто начался истерический смех, и я говорю, я смеюсь не потому, что мне весело. Я смеюсь, чтобы, наверное, не плакать. Ну, то есть просто потерянное состояние. И мы объехали вокруг этого отеля, и меня привозят обратно на виллу. И подходит Тимур и стучит, и я такая, я не буду выходить. Что это происходит? Ну вот, и потом, конечно, я просто взорвалась, у меня слезы, сопли, я ничего не понимаю. Ну как бы после этого доверять можно, вот если человек так сделал. То есть ты его спросила, для чего он это сделал? Это какая-то проверка была или что? Ну да, я спросила. Сначала я вообще думала, что, может быть, это было сделано для шоу. Он мне сказал, что он хотел посмотреть на мою реакцию. То есть многие девушки, конечно же, не хотели уходить, но, садясь в машину, говорили, ну, я желаю ему счастья, здоровья, как бы я не расстроилась. А Новый год, получается, вы все-таки вместе отмечали? А где это было? Он в 12 часов, он был со своей семьей, а потом позвонил мне, спросил, где я тоже была с семьей дома, но у меня как-то не было никаких планов. И он мне написал, говорит, что делаешь? Я говорю, да ничего, собираюсь спать. Он говорит, ну, давай встретимся, и не адрес свой, и давай увидимся. Для тебя это было неожиданно? Ну, я подозревала, потому что до этого вообще я собиралась поехать на дачу к подружке. Она делала, у себя на даче приглашала друзей, и они делали как новогоднюю вечеринку. Вот. Я думала, что вообще Тимур уезжает на концерт, то есть когда мы общались. А потом у меня спросил, что ты будешь делать на Новый год? Я говорю, я собираюсь к подружке. Он говорит, никуда ты не поедешь. Я, в смысле, он говорит, ну, не уезжай, пожалуйста, останься дома, побудь с родителями. Я сначала думаю, блин, почему я должна делать, я хочу поехать к подружке, почему я должна сидеть? Ну, в принципе, у меня тоже так сложились обстоятельства, что я подумала, я не так часто праздную Новый год с бабушкой, с сестрой, и все-таки решила остаться с ними, ну, и вот человек позвонил, да. А как бабушка и сестра здесь оказались? Они здесь живут, в Москве? Да, 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 да. То есть моя сестра и бабушка давно живут в Москве уже. Ну, а вообще, как это участвовать в проекте, где за сердце мужчины борется там энное количество девчонок? То есть, ну, в обычной жизни, да, там, такую ситуацию сложно представить себе. Ну, пусть борются. Ну, я к тому, да. Ну, я к тому, что вот мне сложно себе, да. Не, ну, реально, это была моя позиция. То есть я ни за кого не сидела и не боролась. Ну, то есть я просто познакомлюсь с человеком. В реальной жизни тоже такое может быть, просто девушки с друг другом не знакомы. То есть, когда парень холостой, он может знакомиться и ходить на свидание с девушками. Писать всем в Инстаграм. Да, ну, то есть, я не знаю, ну, я не думаю, что кому-то там в Инстаграм особо написывать, но это нормально, что человек холостой, он просто хочет познакомиться с девушками, и он ходит там на свидание, пойти поужинать, пойти там, организовать что-то, чтобы делать девочке приятное. И... Не, ну, там просто конкретно, там много девчонок, и все в открытую говорят, мне он нравится, я там за него, ну, как бы за него, типа, борюсь. Ну, из этой серии. Как можно бороться, вот, именно вот эта концепция шоу, которую и критикуют многие люди, она немножко неправильная, то есть, ты не можешь бороться за чувства другого человека, ты не можешь насильно понравиться, ты не можешь сделать ничего, чтобы понравиться человеку. Или ты будешь собой, и ему понравишься, или ты ему не понравишься, но нельзя понравиться насильно никому. Это твоя позиция, я понимаю ее, я имею в виду, что там все девчонки, ну, как бы разные, да, кто пришел с каким настроем, кто-то вообще похайпить пришел, да, там, подписчиков прибавить. Ну, это я тоже не осуждаю. Конечно, я же говорю. А почему это плохо? Каждый человек, это работа, Инстаграм, да, то есть, если кто-то пришел похайпить, заработать себе подписчиков, чтобы в дальнейшем работать, лучше, чем сидеть на диване и жаловаться, что вот наше правительство в орудении, поэтому я бедный, то есть, нет, делай что-то, иди на триальти-шоу, ой, иди учись, делай что-то, каждый делает все, что он хочет, то есть, это супер. Ну, да, ну, это как бы считают, вот писали, вот я, например, сейчас тебе просто зачитаю, зачитание Хелькевич, может быть, ты читал ее пост, может, нет. Вокруг очень много разговоров про шоу Холостяк, я, честно, никогда не смотрела его ни одной серии. Я подумала, а почему, почему. Как все говорят. Да. А потом все почему-то знают про все сезоны. Почему мне никогда не было интересно это, почему, может быть, потому, что, смотря на девочек, я могла бы испытать испанский стыд, я спросила себя, смогла бы я принять участие в такого рода шоу. Я поняла, что нет, для меня это выглядит как смотрины, тут нужно продать себя. Девушка должна быть прям на максималках, причем всегда, максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров из своей светлой головушки, и типа все для того, чтобы понравиться парню. И как бы вроде ты должна просто быть собой, но это ну прям практически невозможно во время съемки шоу. Я не знаю точно, что чувствует участница, но мне было бы адски дискомфортно и унизительно. Выбери меня, выбери меня, это внутренний монолог девчонок-участниц. Ох, написала и стала прям не по себе, может, я что-то не понимаю, но рейтинги, популярность можно получить другим путем, а про любовь я уже вообще молчу. Ну и тут дальше начали комитет, тут Регина Тодоренко, потом отдельно Рита Дакота высказалась, там даже Рустам Солнца высказалась. Я думаю то, что у каждого своя история на этом проекте, то есть каждый его проживает празднованно. То есть моя история, это была, если мне не понравится, меня же никто не заставляет там сидеть, я не хотела ему нравиться, то есть я не хотела ему насильно понравиться, я хотела с ним познакомиться. Если я ему потом понравилась, супер. Ну а вдруг ты, а ты не могла с ним познакомиться в других обстоятельствах, которые я не нашел? Ну я не знаю, ну как ты с ним встретиться, где-то через общих друзей в Москве. Я живу в Барселоне, у меня нет друзей в России, но сейчас уже есть, но не было. Я никогда не приезжаю в Россию, я уже даже плохо говорила по-русски. Ну может быть написать директ ему, сказать привет? Да что за бред, ну что, я ему скажу привет, ну он ответит мне привет, и что? Ну да. Ну как бы, что за бред, зачем, я не буду писать никому в директ, я не отвечаю никогда на директ, ну то есть я не люблю знакомиться в директах, и как бы, зачем я буду писать привет, потому что я же не знаю понравится он мне или нет, то есть ну что, напишу ему привет. Ну как-то так, может получится, что мы увидимся, а я такая, трясло, и такая думаю, ооо, супер. Просто понимаешь как, очень много разного говорят про проекты, часто говорят, что туда отправляют всякие девушки легкого поведения, то все, и так как бы репутационно очень многие не хотят из-за этого туда идти, потому что боятся, что вот если я туда пойду, вдруг ко мне приклеится. Ну пусть дальше боятся сидят, понимаешь, я об этом и говорю, бойтесь, боятся чего, что скажут о тебе люди, сколько человек в жизни живет, сколько лет, средняя статистика жизни, 80 лет, окей, 70, 70 лет, мне 23 сейчас, я понимаю, что мне уже совсем чуть-чуть осталось. Ну как бы это все так быстро летит, и я думаю, блин, если что, я сейчас, если я что-то хочу делать, и я не буду это делать, потому что кто-то что-то скажет, кто, вы сейчас читали, я не знаю, кто этот человек, и что это его мне, ну как бы я не знаю вообще этого, и почему это на меня должно влиять, то есть почему моя жизнь должна подстраивать под людей, которых я не знаю, но это же такой бред. Нет, я делаю, как мне хочется, как мне комфортно, и я так живу, и я счастливый человек, и я хочу продолжать так жить, то есть я не хочу делать так, как люди хотят, или ой, тут про тебя скажут это, а тут про тебя скажут что, кто скажет? И кто скажет? Кто эти люди, которые говорят? Я их не вижу. То есть если я ошибаюсь, я могу ошибаться, и мне это скажут моя семья, мои близкие друзья, скажут, Катя, слушай, тут не надо, тут неправильно. Я задумаюсь и прислушаюсь, и с мамой я очень часто советуюсь, у меня мама очень мудрая, и всегда, когда она что-то говорит, она права, но люди, которые просто говорят, не зная, зачем об этом, как бы, зачем это вообще внутрь пускать, ну говорят, ну я тоже могу сейчас сеть и сказать что-то, и что, ну бла-бла-бла-бла-бла. Мама тебя поддержала, когда ты ей сказала, что ты едешь на проект? Да, меня мама всегда поддерживает. Слушай, ну и первые впечатления, вот ты приезжаешь на проект, у тебя первый съемочный день, ты выходишь из машины, видишь Тимура. Да, и я просто не знала, что я его увижу, то есть мне ничего не сказали. Меня посадили в машину, сказали, выйдешь, пройдешь, зайдешь в дверь, пройдешь весь зал и выходи во двор. То есть я спокойно подъезжаю, а я еще вот так прямо смотрела, и тут, ну мне выходить, я говорю, что выходить, мне говорят, да, я оборочу голову, там Тимур стоит, и я. Вот. Он мне потом сказал, что если бы я чуть-чуть дольше поговорила на испанском, что если бы я сказала, что no English, no Russian, типа, только испанский, он бы поверил, что я испанка, и что я просто решила с ним познакомиться. Я ему говорю, а что бы ты делала, он говорит, со словарем выходил. Какие были у тебя впечатления от девчонок? Вот ты к ним попадаешь в их компанию, они уже вроде бы познакомились, и ты как бы уже чуть позже туда, считай, попадаешь. Ну, конечно, я волновалась. И я ожидала, что будут косые взгляды, что им это не понравится. Ну, разве их не было? Мне кажется, были. Конечно, были, и я предполагала, что так будет, то есть я понимала, что никто не будет радоваться и аплодировать. Ну, круто, Катя пришла. С самого первого момента у меня такая мысль в голове промелькнула. Вот я увидела Аделе, я говорю, я вот с ней буду дружить, я хочу быть ее подружкой, и вот так и случилось. Я всегда, к ней было хорошее отношение, то есть я ее всегда поддерживала. Я даже, когда я уходила на вот эти два дня, когда девочки думали, что меня нет в проекте, потом я пришла и видела, что Алиса немножко одна была. То есть девчонки как-то сплоченные были, и, ну, я видела вот этот напряг, то есть я ее поддержала, я подошла к ней, потом говорю, Алиска, ты не переживай, все хорошо. Мы когда улетали в Москву, мы вместе были, сидели вместе. Ну, то есть я ее поддерживала всегда, вот. Поэтому... А что тогда потом поменялось? Ну, поменялось, наверное, как я почувствовала ее отношение ко мне после совместного свидания, то есть было большое напряжение на этом свидании, и вот с ее стороны... Ну, она как-то, да, она как-то не скрывала, или это так просто сняли и комментировали? Ну, она правда не скрывала, да. Ну, сегодня же ты не очень порадовалась, что у нас трое. Это правда. Ты даже не скрывала. Ну, были, да, какие-то такие мелочи, в которых я чувствовала очень непри... ну, некрасивое отношение к себе. Если ко мне некрасиво относятся, я не буду что-то делать в ответ, или буду пытаться перебить, или обратить на себя внимание. Ну, зачем? Слушай, ну, а вот как ты думаешь, она поменялась в процессе проекта, или она пришла такой же, с таким же, не знаю, характером, также вела себя в начале проекта, как и в конце? Алиса хорошая девочка, то есть она добрая, с ней интересно общаться, и она, знаешь, вот с нами она была чуть другой, то есть я же не видела ее свидание с Тимуром, и когда я смотрела передачи, то есть я знаю чуть другую Алису, то есть она веселая, она приколистка, она дурачится, да, она такая, то есть мы в комнате, когда жили вместе, мы постоянно включали музыку, что-то прыгали на кровати, танцевали там, наряжались, смеялись, то есть Алиса, ну, классная девчонка, вот, поэтому... Ну да, показали ее, как будто бы она такая томная принцесса, Она просто с Тимуром, наверное, пыталась вести себя, вот контролируя себя, то есть когда тебе, может быть, человек очень сильно нравится, ты хочешь ему понравиться и пытаться соответствовать. Я, наоборот, не такой человек, то есть когда, если меня спросят, как понравиться человеку, я всегда скажу, будь собой, то есть когда я, как я, я всегда нравлюсь всем, когда я только начинаю что-то там задумываться, все, сразу это, до свидания, потому что нравишься ты человеку, но не потому что ты умная или потому что ты красивая и так далее, ты нравишься, потому что человеку, вот, ты нравишься, и все, он не может это объяснить, почему, а это просто вот какая-то энергетическая связь. Получается, вы подруги с Адель, но она тоже полуфиналистская Вы практически до конца вместе идете ноздря в ноздрю, можно так сказать То есть, да, естественно, ты чувствуешь, что Тимур к тебе больше как-то расположен Но, тем не менее, Адель тоже, наверное, что-то чувствует, раз она остается в проекте практически до конца Вот вы с ней за кадром как-то обсуждали это все, но все равно это какая-то некая конкуренция Когда мы были еще на проекте, я, Адель сказала, говорю, слушай, давай сделаем так Не рассказывай мне своих вещей, а я тебе своих не буду рассказывать Давай, вот, как-то, это очень странно, но если мы еще и друг с друг другом делиться, как с подружками начнем То есть, это будет жесть, и мы договорились не делиться ничем Потом мы улетели в Москву Адель такой человек еще, она очень все как-то чувствует И я помню, на Новый год, когда я была с Тимуром, она мне отправляется сообщение Говорит, мне кажется, ты с Тимуром А там, ну, это нереально узнать, понять То есть, никто ничего не выставлял То есть, просто ноль Я показываю Тимур, он только, с чего он это взял, ты что-то говорил, я говорю, нет И, понятное дело, у меня было такое состояние, то есть, я А ты ответила на это? Да, сказала, что нет Ну, вот, она моя подруга, она мне говорит Катюш, если ты меня любишь, ну, скажи мне правду, ну, что происходит Ну, я чувствую, что что-то не так, ну, скажи мне А я сказать не могу Ну, и я чувствую себя, как То, что я подругу, как бы, предаю, что почему Я просто не могу сказать Адель, вот так и так Мне нельзя И врать я не хочу Она постоянно спрашивает Потому что чувствует Что что-то происходит И, ну, видимо, она приняла такое решение Потому что почувствовала То есть, я еще проболтала, что я Он меня на Новый год поздравил Ну, я не говорила, что мы виделись Просто, что он поздравил меня Потому что думала, что он всех девочек поздравил там смс-кой С Новым годом Ну, как бы странно, что он никого не поздравил Я была уверена, что он поздравил всех Ну, это как бы, ну, уважение, да Ну, да, нормальный жест Да, ну, он не хотел, видимо, вообще общаться Ни с кем, контакт поддерживать И все Заканчивается проект Ты ей сообщила о том, что ты выиграла проект Она знала об этом до конца? Ну, она знала, что я выиграю То есть, она вообще не удивилась Ну, понятное дело, когда закончилось, все, я ей написала Но она болела за меня Да Она говорит, ну что, ну что, ну скажите же Блин, ну подожди, ну получается, все Она ушла, и как будто бы у нее сразу, типа, чувства прошли И все, как будто бы, ну, как-то это тоже странно У нее не было таких сильных, да, как бы чувств, то есть Ну, все равно, ей же все равно он нравился Ну, ей нравилась симпатия Она даже где-то шутила, кто там может быть, если не я, там, на проекте Ну, что-то такое, когда он выложил какой-то пост, он говорит, ну... Ну, конечно, ну, они хорошо дружат Тимур всегда очень хорошо отзывается о Дель Он знает, что она моя очень хорошая подружка Он не удивлен, что мы дружим, то есть... Ну, а вы как-то вместе сейчас не встречаетесь? Ну, прям втроем, нет, наверное Ну, это было бы не странно для меня, то есть... То есть было бы не странно, ты бы не чувствовала некомфорт Нет, нет, нет У тебя нет ревности? Нет Когда, значит, состоялась последняя сцена, где он тебе дарит кольцо Ты там в шоке, плачешь, вот это все Значит, съемка заканчивается, что дальше произошло? Что вы делали после вот этого момента, когда съемка закончилась? Ну, мы пошли, нас фотографировали Потом, когда уже все-все закончилось, все эти фотографии Мы просто переоделись, поехали поужинать Ну, сначала я поехала, Тимур меня довез до отеля, я собрала чемодан И потом мы просто поехали поужинать Потому что у меня утром был самолет Прямо там рано-рано утром, то есть я не спала И мы поужинали, просто посидели Он дождался того момента, когда мне нужно будет ехать в аэропорт Проводил меня, и я поехала домой Все так банально? То есть никакого там фейерверка, не знаю, там романтического, танцев и каких-нибудь У нас были во всем проекте вот эти вот все романтические сумасшедшие фейерверки Просто хотелось посидеть спокойно, поужинать Ну так подожди, ну вот закончилась, и ты такая, ну заканчивается съемка И что ты ему говоришь? Блин, я опять в шоке Я прикололась, говорю, ну все, пока И Тимур такой, ну так тоже могло было быть Нормальное такое колечко, недешевое, мягко говоря Могла бы сказать, ну парень, я пошла Не, ну а на самом деле, то есть вы-то и прикололлись, вы поговорили Ну а вот, как бы ощущения, какие вот были твои собственные? Я как-то, я очень хотела домой Устала, да? Я очень хотела в Барселону Я очень скучала за Барселону Я когда прилетела в Барселону У меня вот так слезы на глаза То, что вот я сейчас слезы на врач Я очень скучаю за домом, если честно Подожди, но он тебе тут, значит, практически предложение делает Выбирает тебя А ты тут такая, я хочу в Барселону Ну как-то, может быть, ты вместе с ним в Барселону там, не знаю Провести с ним Ну я была бы не против, конечно, если бы он приехал Но представляешь, какой-то русский человек, который живет в Испании Увидеть Тимура в Барселоне, даже одного И что? Ну и что, а что делать в Барселоне? А, вам нельзя, точно, понятно Вот, он летел, у него был запланирован отдых После Дубая он полетел отдыхать с мамой, с дочкой Ну Тимур знал, что я очень хочу домой Тимур знал, что я очень скучаю по маме Что я очень скучаю по дому Что мне нужно решать дела Тоже мне что, работа, учеба в Барселоне Вот, и он знал, что мне нужно поехать домой Он говорит, ты езжай домой И решай дела Ну он так намекнул Делай все, что тебе нужно, быстро Он меня спросил, хотела бы ли ты прилететь Отдыхать с нами И я сказала, что окей Вы сейчас уже официально можете куда-то выходить И, собственно, вы это сделали Вы впервые пошли и прошлись по ковровой дорожке Муставая, как тебе? Какие впечатления вообще у тебя от церемонии? Мне понравилось, для меня это был Очень познавательный опыт Так как я человек, кто не живет в России Я не знаю особо русского творчества Потому что в Испании не слушают русскую музыку Не слушают русских артистов И я многих артистов не знала И многих песен не знала И мне очень понравилось Что я узнала новые песни Познакомилась с очень приятными людьми С артистами популярными в России Мне понравилось очень Кто тебе понравился больше всего? Ну, конечно же, Морген Штерн У нас ни одно интервью без Алишера не обходится И здесь и я его вспомнила Он классный И мне очень нравятся неординарные люди И он вот такой прям супер неординарный И у него тоже есть вот эта вот энергия Которая, ну, обращаешь внимание на него Не понимаешь, почему Мне он понравился Вот как шоумен, как персонаж Как личность Ну, как личность, я не знаю Мы не общались много Но классный То, как Ксения Анатольевна к тебе обратилась Ты знала вообще, кто такая? Да, я знала И Тимур меня предупреждал Наверное, она что-то скажет Ну, it's ok Красивые, бритые, загорелые ноги Шикарно выглядят Тимон, иди к Кате Ну, наверное, это ее работа Ну, когда она к нему обратилась И его спросила Любишь ли ты Катю И насколько долгими ваши отношения будут Вечность или целую вечность Тебе в этот момент Намфортно было? Ну, я это воспринимаю Все как немножко Как с призмой шутки Ну, то есть Я Мне было на это все Ну, прикол смотреть Тимур мне объяснил Что это за персонаж А что он тебе сказал? Ну, как бы просто сказал Что, может быть, что Она спросит что-то Или скажет Какие-то комментарии Которые могут быть тебе неприятные Ну, провокационные какие-то То есть он говорит Ты не переживай Все нормально Я все отвечу Ну, а то, что он передал Потом привет Насте Во время соревнований Ну, он же не взорвался Его передавать То есть Ксюша пристала к нему Что там с Настей? Он говорит Я не хочу Ты ко мне пришла помириться А сейчас задаешь мне вопросы На которые мне не хочется отвечать Зачем ты их задаешь? Она продолжала И продолжала И продолжала В итоге он сказал Да, блин, что ж ты привязалась? Привет, Настя Настюш, если ты нас смотришь Тебе большой привет Мы где писали, что все участницы проекта Не любят Настю Я сейчас с тобой Узнаю, что там пишут Потому что я ничего не читаю Писали, да Про то, что все якобы не любят Настю Почему-то И что-то все время Я тоже не поняла Почему они могут ее не любить? Что ее не любить? Да, она им ничего плохого не сделала И она хорошая девочка На самом деле Да, во-первых Я с ней лично не знакома Поэтому я не могу сказать Что-то не любить Ну, как бы Она мама ребенка Тебура То есть С этого момента Уже у меня к ней идет уважение То есть Она Мать Ребенка Алена, кстати Я смотрела Что Алена даже выкладывала Что она смотрит проект Она там Писала о том Потому что у себя в сторис Что она там за кого-то болела Из девчонок Я не помню По-моему, за Кристину Она писала Да, да Вот И в целом Она там лайки даже кому-то ставит Периодически Из участниц Да Поэтому Вы с ней не знакомы тоже Я просто знаю Алису Я отдыхала с ребенком Тимура Вот когда И с бабушкой Алисой Симоной И с мамой Тимуром Моя любовь Да Я тоже Я тоже С ней хорошо Очень Подружилась Мне очень было интересно Приятно общаться Вообще Очень крутая женщина И Ну Конечно Как бы Я знаю Алису Это мама Алисы Тоже Ну Я думаю Алена тоже хорошая девочка Но я думаю Они Как Это мое личное мнение Со стороны Что наверное Они немножко Достаточно разные То есть Алена и Настя И я Тоже совершенно Другой человек Я не думаю Что мы втроем Чем-то Либо похожи Он говорил в проекте Я не помню В какой серии О том Что он всего Три раза В жизни Говорил Что он Кого-то любит Он тебе Говорил? Я не скажу Черт Ну а ты Насколько Ты к этим словам Относишься Тоже серьезно Или ты В принципе Это слово Достаточно часто Употребляешь Что есть Просто люди Которые Очень часто Говорят Я тебя Люблю И тебя Люблю И тебя И тебя И всех Люблю Ну просто Такой человек Ты часто Говоришь Я называю По-испански Когда разговариваю Я называю Своих близких Друзей Людей Амор То есть Любовь Амор 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 И так же Я легко могу Сказать Ты такого глубокого смысла в эти слова не вкладываешь Ну смотря для кого С кем я общаюсь То есть Если это мой молодой человек То я не скажу ему На втором деле О, ты амор То есть Я понимаю Что человек может не понять Это правильно Смотря как С кем ты разговариваешь И какой ты сама В этот смысл Вкладываешь в эти слова Но конечно Сказать кому-то Что ты кого-то любишь Я не знаю Я говорила Что я Люблю Но я Не уверена Что я На самом деле Кого-то Вот Именно Любила То есть До Тимура Или вообще Я не знаю Что такое Любовь Я не могу Объяснить У меня были Токсичные отношения Я думала Что это Любовь Потому что Я полтора года Была психом Ну реально Out Просто То есть Ты боялась Человека Нет Нет После расставания Я полтора года Не могла Отойти Потому что Ну были бы Манипуляции Какие-то Было все очень Токсично Было все очень 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 Плохо И Это за полтора года До проекта? Нет Это давно Было Закончилось Отношение Когда Мне было 19 лет 23 То есть Давно Такие мои первые Серьезные отношения Наверное Я бы не хотела Больше Так Терять голову То есть Сейчас Наверное Я больше За сознательную Любовь Когда ты Понимаешь И делаешь Осознанно Свой выбор Ты понимаешь С кем ты И ты Узнаешь Человека Ты не с головой Прыгаешь В отношения И забываешься И это все Происходит быстро И ты не контролируешь Нужно Я думаю Познакомиться И узнать Человека Хорошо Чтобы потом Сказать Что ты реально Любишь этого человека Что ты ему Доверяешь То есть Сейчас для меня Наверное Любовь В отношениях Немножко другое Ты хорошо Уже знаешь Тимура? Ну я думаю Я в процессе То есть Я Мне предстоит Еще очень долго Узнавать Его Он непростой Человек Он взрослый Человек Он с прошлым Человек Наверное Ему проще Я очень открытая Я то что Видишь То есть Я не Может Им это И тебе Не нравится Не знаю Наверное Он всегда Говорит Ты другая Ты очень Другая Никак Не знаю Просто другая Вы вместе Живет Нет Почему Ну Я же говорю Все свое Время Зачем Это было бы неуместно Но вы еще вместе Правильно Я понимаю Чтобы не расходилось Да Ну потому что Очень часто Естественно Говорят Что многие пары Расходятся еще До окончания Проекта Потому что Проект же снимаются Ранее Это тяжело Это очень тяжело То есть Да Мы правда Эти все Все время Не виделись Там Мало Общались У тебя Супер чувство Потом С этим человеком Тебе нельзя видеться Ну Даже Мы летали с ним Отдыхать вместе После проекта Через несколько недель Этого нельзя было делать Но Все равно Позвал Пригласил Но потом Он был в Москве В Москве Не делали Не завидеться Ну В субститях Там Вычислили Все равно Что вы вместе Были Там Даже Кто-то Стал Выкладывать Ну Вот Это Когда Водыхали Вместе Из-за каких-то Птичек В каком-то Углу Я очень Следила Чтобы Ничего Не выложить Чтобы Было Похожа Чтобы У нас Не было Непонятно Но Вот А как Ты приняла Решение Переехать В Москву Ну Я это Планировала Уже Как бы Я понимала Что Наверное Мне нужно Будет Переехать В Москву Там Чтобы Работа Здесь Сейчас Если бы Я сейчас Была В Испании У нас Не было Возможности Сидеть Так Прекрасно Общаться И Конечно Здесь Сейчас У меня Много Работы Поэтому Мне нужно Быть Здесь То Что Ты Переехала Сюда Это Все-таки Как-то Связано С Тимуром Или Больше С работой С работой То есть Когда Я Переехала Мне Все равно С ним Видеться Было Нельзя Ну То Ну Конечно То Что Я На расстоянии У меня Всегда На расстоянии Я Привыкла Постоянно Куда-то Летать Постоянные Самолеты Я Просто Живу Наверное В аэропортах В аэропортах В аэропортах И Да Мне Удобнее Что Я сейчас В Москве Ну Для общения С ним Да Вот Потому что У него Все-таки Там Гастроли Понятное Дело Что Сейчас Не Такой Гастрольный График Насыщенный В связи С карантином И всем остальным Все артисты Там Гораздо Меньше Ездят Но Тем не менее Они Ездят Путешествуют Постоянно Везде И всюду Если Ты на расстоянии Совсем Редко Видишься Мне кажется Что Поддерживать Все-таки Очень сложно Вот этот Настрой Знаешь Когда Хочется Тогда Все Можно И все Делается Вопрос В том Если Тебе Это Нужно Если Тебе Это Хочется Но Тебе Сейчас Хочется Ну Да Ты Счастлива Да У нас Есть Рубрика Называется Таблица Эмоций Я Тебе Называю Какую-то Эмоцию А Ты Мне Говоришь При Каких Обстоятельствах И Когда Ты Ее Испытывала Хорошо Удивление Удивление Сегодня Мне Отправили Кстати Сегодня Мне Отправили Очень Крутой Кастинг Ты будешь Какую-то пробу Ты будешь Какие-то пробы Делать Пробу На 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 Фильм Я была Приятно Деллена А то есть Просто так Внезапно Да Ты не ожидала Нет То есть Ты никуда Заявки не подавала Тебе просто прислали Нет Да Просто Менеджер мой Сказала Что Меня приглашают На кастинг Это какое-то Большое кино Вроде Да Я просто Не успела Даже еще Узнать Что Я о чем Там Но Вроде Очень крутой Фильм Сколько Подписчиков К тебе Пришло Благодаря Проекту Холостяк Ну У меня Было Где-то 900 тысяч До проекта Сейчас Миллион 900 То есть Миллион Человек Мне кажется Это больше Чем у всех Остальных Участниц Да Ну Это понятно Я думаю Почему Нет Почему Ну Не знаю Я же победила Ну И что На самом деле Мне Очень приятно То что Я Вижу Очень много Сообщений Которые Мне люди Присылают На улице Меня останавливаются Говорят Мы болели за тебя Катя Мы болели за тебя Ну Мне очень приятно А часто Подходят к тебе Да Ну Когда я иду По улице Или в каком-то Общественном месте Да В какой момент Ты почувствовала Что Тебя узнают Что ты вообще Как бы Становишься популярной Ну Я просто Это уже пережила В Испании То есть Это не Что-то новое Для меня Но Наверное Вот когда Я приехала В Москву Проект Уже Показывали По телевидению И Я чувствовала Что люди На меня смотрят Некоторые Останавливаются Но это после Какой серии То есть Это вот Я не знаю Я не часто Хожу В какие-то Прям супер Публичные места Поэтому Я не могу Сказать Бессилие Нет такого Я не чувствую Никогда Я танк Который Никогда Без сил Не остается Влюбленность Сейчас Так Одиночество Я не чувствую Одиночество То есть Даже Когда я нахожусь Одна Мне нравится Быть одной То есть Даже Мне нужно Быть одной Какой Какой Там Какие-то Моменты Трепет Трепет Не скажешь Не скажешь? Так Там какая-то Интересная Ситуация Так Удовлетворенность Удовлетворенность Я всегда Получаю Удовлетворенность После тренировки В спортзале То есть Я когда Хорошо Потренировалась У меня Тело Настолько Эмоциональное Состояние Настолько Удовлетворенное Я хорошо Себя чувствую У меня Такой Заряд энергии Сразу Я кстати Тоже люблю Это ощущение Друзья Занимаетесь Спортом На самом деле Это реально Полезная Вещь Мы кстати Сейчас Скоро Придем В спортзал Чтобы показать Вам парочку Классных Упражнений Отвращение Я хотела Я хотела В спортзал И забыла Тапочки Чтобы пойти В душ Мне пришлось Идти на носочках И мне было Не очень приятно По грязному полу Идти Босиком Так Ну что Мы подошли По-моему К нашей студии Где мы будем Сейчас заниматься Спортом Между прочим Кстати Я еще хотела Посмотреть Как у тебя записан Тимур В телефоне Тимур Енусов Прям так Официально Ну да Я всех записываю По именам Имя Фамилия А да То есть У тебя нет Такого Любимый Пупсик Мупсик Нет Никого Так не записывала Никогда Окей Ничего интересного Друзья Пупсик Ну мало ли Слушай Мне кажется Тимур В шоке Если бы я его Подписала Как пупсик Тома Ты как можешь О своем детстве Счастливый период Твоей жизни Твоё детство Да Я родилась в Хабаровске И я прожила в Хабаровске До 11 лет Я очень люблю Хабаровск Ну я там давно уже не была Наверное он меняется В лучшую сторону Но это очень красивый город Да Ну и на сколько ты не была Ну лет 10 Ты получается В 10 лет переезжаешь В Барселон Ну мне было там 11-12 Что-то такое Да Я не разговаривала по-испански Я не разговаривала по-каталански Я пошла в каталанскую школу Все преподавание было на каталанском Дети на улице разговаривали по-испански Я помню была история Когда ко мне Мне было 12 лет И ко мне подошла какая-то девочка И спросила Ты хочешь поцеловаться Вот с тем мальчиком То есть в Испании Типа это было нормально И мне было 12 лет Я выпучила глаза Я говорю Нет Ну почему ты меня такое вообще спрашиваешь Почему я должна с ним целоваться И все начали смеяться над этим мальчиком Что это был как будто как публичный отказ ему меня Не знаю И потом этот мальчик стал настраивать класс против меня Он говорил, что мне завышают оценки Потому что мои экзамены в начале были немножко другие То есть мне разрешалось не излагать мысли Допустим схемами А не в письменном виде Он против всего этого протестовал Я помню был такой момент Был классный час И этот мальчик встал С другой еще девочкой И они вышли ко всему классу И они сказали, что Вот поднимите руки Кто против Кати Потому что ей завышают оценки И так далее И да Был такой момент И чем это все закончилось Я научилась разговаривать И больше никто со мной Больше детьми Со мной никто не стал ругаться Ну то есть я человек Сильный в этом плане Я никогда не расстраивалась Я никогда не жаловалась Я помню ко мне учительница После этого классного часа подошла Ее вот так трясло Она говорит Катечка, Катечка, все хорошо С тобой все в порядке И я говорю, да В чем проблема должна быть И она так удивилась Я говорю, нет, все хорошо Мне нормально И потом через год Я помню, этот мальчик Делал какую-то вечеринку По-моему, это был его день рождения У себя дома Он делал вокруг бассейна Какой-то Я не знаю Тусовку Тусовку Там еду Сок Что-то такое И он ко мне подошел И говорит Катя Вот я хочу пригласить тебя На день рождения Все такое И я так на него посмотрела Говорю Ну ты вообще в своем уме Как ты меня приглашаешь На свое день рождения Он такой А что? Ну типа Почему нет? Я говорю Знаешь, я Конечно, я на тебя обиды не держу Но дружить я с тобой тоже не буду Так что, пожалуйста В следующий раз Если ты подойдешь ко мне И предложишь мне Какого вообще Тип общения То я тебя просто врежу И он понял все И после этого Он ко мне никогда В жизни Ни слова Мне не сказал А ты вообще Нравилась мальчикам С раннего детства? Ты чувствовала их внимание? Ну я думаю, да Ну просто У девочек Бывают разные Как бы, да? Нет, я не была Гадким утенком Никогда Мне кажется Я стала как-то Обращать внимание На парней Может быть Ну лет 16 То есть Я стала как-то Этому уделять внимание Что на меня Парни обращают внимание А так Мне как-то Ну Наверное Я понимала Что я там Нравлюсь мальчикам В классе Я понимала Почему девочки Иногда Они очень хорошо На меня реагируют Потому что В Испании Как-то Ну вот этот Буллинг И Зависть Она как-то Яро выражалась Я еще в 14 лет Стала заниматься Моделингом И были моменты Когда мне нужно было Уехать на кастинг Или на какую-то там Съемку Я не приходила в школу А потом Я приносила И объяснялась Как бы Учителю И дети Слышали Что она еще и моделью работает Ну представляешь Девочки в 14 лет Я даже не понимаю Что это просто работа Были проблемы А подруги у тебя были? Да У меня была Очень хорошая девочка Подружка Она с Эквадор Эквадор Как пыль Эквадор Вот Она с Эквадора Мы с ней Хорошо дружили Потом я дружила С мальчиком Одним вот Этот мальчик Он наверное С самого первого дня Стал меня защищать Когда начались Все вот эти проблемы Я сказать не могла И он всегда Меня защищал Он вставал И говорил за меня Я помню Вот на этом классном часу Он встал И сказал Вы идиоты То есть Как вы можете Обвинять в этом человека Который не говорит На вашем языке Попробуйте в России Поучиться Она же старается Она же учится Она все равно Что-то делает Она же на уроки ходит Но она не разговаривает Как она сможет вам писать На испанском Или на каталанском Ну Как бы Адекватно просто Вот За это я ему Очень благодарна Мы с ним Сейчас Я с ним не общаюсь Не знаю Как-то Разошлись Наши пути Но Я ему очень благодарна Наверное За то Что он меня так поддерживал Вот в те школьные годы Ты где-то в каком-то интервью Сказала Что у тебя нет папы Да У тебя папа Твой умер Когда вы переехали Как это произошло Да Я год жила в Испании Потом вернулась В Хабаровск Навестить папу Месяц пробыла там И вот через месяц Папа умер Что случилось Я не очень хочу Хорошо Давай Подписывайтесь И ты Вернулась обратно Ну да Это вообще такой Тяжелый был Период Но уже позже То есть я долго не могла Не понимала Осознать не могла А ты близкая С папой была? Ну да Достаточно Но ближе с мамой Моя сестра Ближе была с папой Я наверное Больше с мамой То есть у тебя Родители были в разводе Получается Да До того как Перед этой поездкой В Испанию Мои родители уже Как два года Были в разводе И потом Поехали Мама познакомилась С моим отчимом И мы соответственно Переехали в Испанию Жить А как ты поняла Что родители Разводятся? Они вам сказали Об этом? Я даже не помню Как-то да Моя сестра Старше чем я на 12 лет То есть моя сестра Уже жила в Москве Я по-моему И по-моему Я была что-то в пионерском лагере Или что-то такое И когда я вернулась Ну мне родители сказали Ну вот так Ну я сказала Окей Ну то есть у меня Они ссорились часто Поэтому Я вот даже Ну это была Какая-то позитивная новость Для меня То есть Ты чувствуешь Что-то не то Ну да То есть когда родители Ссорятся Кричат Это ну неприятно Поэтому я всегда говорила Что лучше разойдитесь Ты с мамой Через два года После того как они развелись Переезжаешь Получается в Барселону Да Мама там встречает Твоего отчима Достаточно быстро Выходит замуж Так Как я понимаю Ну он вообще Сделал предражение Вот после двух недель Которые мы там были Ну он всегда говорит Я думаю Я уже не женюсь Ну то есть конечно У него были может быть Какие-то там отношения Но он говорит Я думала Что все-таки Вот именно Вот так влюбиться Опять в таком возрасте Ну он младше мамы На семь лет Сколько А у него Дети есть? Да У него есть сын У него был брак У него есть сын То есть мой сводный брат А сколько лет? На год младше меня Да Мы в эту школу ходили Хороший мальчик очень И вот Он всегда говорит То что Он говорит Я влюбился в твою маму Вот как она стала Разговаривать Все Ну у меня мама такая Она очень красивая Интересная Веселая Мама выходит замуж Ты переезжаешь И вот это у тебя Новая жизнь Испания Барселона Школа Которую ты пытаешься Адаптироваться В какой момент Ты все-таки Поняла Что блин Мне тут нравится Это супер город Барселона Я здесь хочу Жить Это было еще До того Как мы переехали А, да Я помню Первый день Мы приехали в Испанию Нас Встретили наши друзья С аэропортом И мы ехали К ним домой И мы едем Вот так по трассе И я смотрю в окно И у меня Всю дорогу Не покидала у меня мысль Я буду здесь жить Я буду здесь жить Я буду здесь жить Я буду здесь жить Я была уверена Что мы будем там жить Уже В тот момент Не знаю Бывает такое Вот знаете Как в голову засядет И все То есть Когда даже мама Мне сказала Что мы приезжаем В Испанию Она боялась Моей реакции Что я скажу Нет Я не уеду Я такая А, да Окей Мама Что Как так В какой момент Ты стала там популярной То есть Получается У тебя Начали Подписчики Да Прибавляться Это как-то все было Потихоньку То есть У меня Вот как-то Набралась Какая-то Моя аудитория До 100 тысяч Потом я участвовала Вот в шоу Испанском А что это за шоу В котором я даже Как бы особо Не появилась Но почему-то Я очень понравилась Людям У меня У меня Очень много Как-то Ажиотаж на меня Случился Вот Не знаю Почему А что это за реалити Такое Это типа Дома-два Называется Нет Нет Совсем другое Называется То есть Туда приезжает Пять пар Это Остров Чувств Да Нет Остров Искушений Искушений Да И получается Туда приезжают Пять пар Их разделяют Девочек В один дом Мальчиков В другой И девочкам Соответственно Подселяют Десять парней А мальчикам Десять девушек И там происходит То что И там шесть Да Но что было В моем случае Во-первых Я даже Как-то особо Не Участвовала В каких-то Там Историях И вообще Я очень Удивилась В отношениях Ни в какие Там не вступала Нет 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 Вообще Как было То что У нас Дома Вот эти Бедные Мальчики Ходили И плакали Потому что В другом доме Все девочки Доставили им Рогов И то есть Я была То есть У меня был Интенсивный Месяц Психологии Как поддержать Человека После того Как его Киданула Женщина То есть Вот И мы Ходили С девочками Там Путать Слушай Один мальчик Очень сильно Страдал И я уже Просто Рядом С ним Находиться Не могла То есть Меня Того Начинало Колотить Только От того Что Он Рядом И потому Потому что Его девушка Очень плохо С ним Поступила Но Для меня Это был Очень крутой Опыт Потому что Я провела Месяц С людьми Супер Разными Мы Были Все Разных Возрастов Разных Концов Земли Бэкграундов Да Все были Очень Разные Я Вообще На самом деле Не знаю Почему Меня взяли На это Шоу Потому что На кастинге Я сказала Что Я Не буду Теловаться На камеру Что Там Я Ну Такая Вся Они Наверное Видели Что Я Просто Супер Не Формат Таких Реалити Шоу И взяли Меня Потому что Знали Что Я привлеку Внимание Тем Что Я Просто Не Потому что Когда Я Пошла На Первый Кастинг Я Не Знала О чем Шоу То есть Я Просто Пошла И Я Думаю Окей Если Мне Потом Не Понравится О чем Шоу То Я Откажусь Я Понимала Что Видите В реалити Шоу Что Круто Что У тебя Есть Выбор Как Себе Вести То Я Понимаю Что Наверное Что Выгодно Программе Это То Что Девочка Будет Ходить Соблазнять Мальчика У которого Девушка Но Я Никогда Не буду Так Делать Ну То 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 Это Не Моя История Поэтому Я Всегда Была Бро Френд И Ходила Поддерживала Всех И Просто Не Знаю То Вся Испания Узнала Благодаря Эму Проекту То После Вообще Жесть Потому Что Здесь Люди Хоть Как-то Не знаю Может Быть Более Скромные И Как-то Контролируют Эмоции То Один раз Был день рождения У моей подружки Мы Пошли С ней В ночной Клуб Но С нашей Группой Подружек И мне Пришлось Меня Вывели Из Этого Клуба Охрана Потому Что У меня За руки Начали Люди Таскать И Чуть Меня Оторвали Руку Там И мне Пришлось Уйти Оттуда Ты Зарабатываешь На инстаграме Ну Конечно У меня Большая Аудитория Ты давно Начала На нем Зарабатывать Да В какой Момент Наверное Года Четыре Назад А То есть Уже Прилично Ну Да Но Это Произошло После того Как ты Стала Участницей Реалити Шоу В Испании До До У меня Было 100 Тысяч Подписчиков Аудитория А Как ты Такую Аудиторию Заполучила А вот Это Не знаю Просто Органично Как-то Люди Подписывались Но Все равно У меня Были Какие-то Красивые Фотографии Может быть Модельные Там В каком-то Девятнадцатом Году По-моему Есть Фотография С Неймаром Где ты Написала Happy Birthday Love И там Все пишут Какой Love Что Такое За Love Почему Там Была Объясни Пожалуйста Не знаю Просто Так Захотела Подписать Ну Вы Общались Как я Понимаю Да Мы же На фотке Вместе Стоим Значит Наверное Это не Монтаж Знаешь Как Может Ты Просто Подвалила К нему Где-нибудь На вечеринке Сфоткалась Нет Это Был Ей день Рождения Это Вечеринка Закрытая Ну Вот Я и спрашиваю Значит Вы Общались Да Ну Встречались Или Просто Общались Я Задаю Эти Вопрос Не знаю Короче Вика Одинцова Я не знаю Знаешь ты или нет Она была у нас В программе Тоже И значит Она рассказывала Про то Что она Тоже Общалась С Неймаром Когда-то Какое-то Время назад Ну Как-то Там Что-то Несерьезно Там Что-то Что-то Она рассказывала Что он Просто Пишет В директ Ты с ним Тоже В директе Познакомилась Нет Я не знакомлюсь Директа Ну Мало Ли Слушай Особенно С Неймаром Нет Я не знала Кто он такой То есть Я просто реально Дно футбола То есть Найдите человека Который не знает Ничего про футбол Это я И У меня подружка Дружила С его Как бы С морскосводным Братом Она тоже В Барселоне Жила Они познакомились Когда он еще В Барселоне Играл Как-то Не помню Как они познакомились С компанией И мы Летели с ней В Париж Она живет В Лондоне Я живу В Барселоне Нам Париж Был Как Точка Для Чтобы не одной И лететь И не другой Мы решили поехать В Париж И Как раз Ей написал Брат Типа Круто Будешь в Париже Супер Пиши Вот И в какой-то момент Просто Он пригласил Нас Говорит Слушайте Мы уж надьедем Домой К ней Он делает ужин Хотите приехать Мы такие Ну окей Поехали поужинаем И все И так мы познакомились С ним И ты даже не знала Что он какой-то Крутой футболист Ну я Сказала Подружка Слушай Это вот Футболист Ну круто И все И начали общаться Ну да Ну классный он Он очень хороший парень Очень Он очень весел Я вообще люблю Людей из Бразилии И благодаря ему Я познакомилась У меня Одна из моих лучших подружек Она из Бразилии Это его подружка Детство Мы как раз На этом ужине С ней познакомились Просто Они прилетали Его навестить И у него была Компания друзей Из Бразилии Его близких друзей Из Там Со школы Ну прям С детства С детства Они как раз Были у него Дома на ужине Вот Я с ним познакомилась С этой девочкой Я очень хорошо До сих пор дружу И да Было весело Ну они очень веселые Они танцуют Они ничего не стесняются Я обожаю таких людей Мне такие люди Такой менталитет Намного ближе То есть Не думать там Кто Что Чего Им пофиг Ну вы сейчас общаетесь Как-то поддерживаете Отношения Ну конечно Ну то есть Вы типа В хороших отношениях Да То есть Может Тебя в следующий раз Опять позвать На свой день рождения Да Он каждый год Да Конечно То есть Вы как-то Очень грамотно Если он не позовет Получит А даже так Да Ну конечно Блин Ничего за прикол Я еще видела У тебя фотография С Антонио Бандерасом А да Это Мне там Сколько лет Наверное 16-17 И мне Выпала такая честь Поработать с ним Да Мы снимали Рекламу парфюма Для Парфюма Антонио Бандерас Называется По-моему Да Там парфюм есть Мы снимали рекламу На съемочной площадке В какой-то момент Все начали у него просить фотографии А я Ну как-то постеснялась А потом он у меня смотрит Он мне всегда какие-то вопросы задал А ты откуда? А ты что танцами занимаешься? Молодец Потом там была его Я не знаю Если жена девушка Вот Ну они долго уже Времени вместе Николь по-моему Зовут Очень красивая И он Николь Иди сюда Смотри какая девочка хорошая Смотри Смотри Мне было так приятно Все так стояли Смотрели вокруг Я думаю Блин Почему это происходит? Вот Потом он сам Сказал Иди сюда Давай сфоткаемся вместе А То есть он сам Предложил Да Я подсела Но сфоткали А с кем ты еще знакома Из западных звезд? Я не знаю Много с кем? Ну да Ну как Все друг друга Нет Ну это не Нет Это не норма Русский Наверное Шоу-бизнес Он просто закрыт И такой Ну нет Я бы не сказала Что если ты Конечно в нем Уже вращаешься Вы все другом Общаетесь Но судя по всему Ты тоже часть шоу-бизнеса Просто как бы Испанского Правильно я понимаю? Можно так сказать? Ну да Наверное Потому что ты Как бы Там популярная Известная У них в принципе Мне кажется Очень мало Таких суперзвезд В Испании Намного Намного Очень много Просто в России Люди не Как Расси И я как будто Ее в пузырь посадили И они ничего не знают Типа весь мир Слушает музыку Сейчас Латинскую Испанскую Ригетон Мы тоже любим То есть Здесь Никто не слушает Никто не знает Артистов Которые я могу Сказать Дожди Мы сериал Элита Все знаем Все смотрим Ну вот Да Испанский сериал Элита Да Это ты что Это супер хит Вообще Все его обсуждают Да-да-да Но я имею в виду Про музыку Допустим Музыку тоже Все любят Латин Это что Которые ты знаешь Испанского Ну хорошо Латино Окей Латино Американского Даже Легче тебе Делаю Ну вот Этот Чувак Такой сейчас Популярный Ты скажешь 100% Одного Которого единственного Знаете Нет Ну подожди Ты мне скажи Я скажу Что я знаю Малума Ну конечно Это вообще Суперзида Малума Просто Это любовь Моя подруга Она мне Вынесла С ним мозг Адей Валин А Русалия Анита Кто мне еще нравится Ники Джам Байки Джи Сейчас я тебе тоже назову Просто их очень много А ты знаешь Хаски А ты знаешь Скриптонита А скриптонита знаю Ладно Цепи-цепи-цепи На шее Поцелуй А ты Дука Ты знаешь Ну вот все Лаковиты Ты говорила о том Что ты хочешь стать актрисой Да Что ты для этого сейчас делаешь И был ли у тебя вообще Какой-то опыт актерский Я занимаюсь актерским мастерством Наверное лет 17 Я ходила в разные курсы На разные семинары Сейчас я занимаюсь Коучем с Лос-Анджелеса То есть Всегда раньше я занималась На испанском языке Актерским мастерством Сейчас я занимаюсь На английском языке Ну Хотя она мне Иногда говорит Просто один и тот же текст Делать на языке Каком я хочу То есть Ну у меня Четыре выбора есть Какой хочу Такой и делаю Я должна была сниматься В крутом сериале В Испании Я помню Я прошла кастинг Меня позвали На уже персональный кастинг То есть Чтобы я вживую Меня увидеть Начался ковид Все закрылось Мы очень долго ждали Я не получала Никакого ответа Потом я смогла Приехать в Мадрид Меня увидел директор Кастинга И продюсер Этого проекта Хорошо Я уехала опять домой Я ждала неделю И тут мне подтверждает Я ехала на мопеде И мне звонит мой менеджер Я беру трубку Он говорит Кать, как тебе дела? Я говорю Хорошо И он говорит Ну сейчас будет еще лучше И я просто А я выезжала с дома подружки А у нее вот так вот получается Как вот тут вот гараж Вот так вот выезд вниз И я уже еду Как бы вот тут по дороге И я такая Что? Меня взяли? Я вот так вот Вот так вот на мотоцикле Назад к ней Я вот так вот Кидаю свой мопед Кидаюсь на пол Вот так вот Я просто лежу на асфальте Перед гаражом Вот так плачу Рыдаю Меня взяли Меня взяли Я просто не могла поверить Пробежала ее мама Меня вот так А все думали Что я плачу Что у меня что-то случилось Думали Меня может быть Укусила оса Когда я была там На мотоцикле Или что И я просто была Я не знаю Я думала Я лопну отчасти Короче Оставалась неделя до съемок Потому что этот сериал был основан на нову Как будет новелла Новелла Новелла? Окей На новелла И По Как бы по книге Там Моему персонажу Ей 20 лет И она 4 года замуж вышла За мужчину Которому там 45 По-моему То есть телеканал Сказал, что Есть конфликт С темой педофилии И что мой персонаж Без разницы Что в книге Ей столько-то лет Ей должно быть 35 На этот момент То есть Я под 35 лет не подхожу И им пришлось За неделю Искать новую актрису Я не знаю Что они сделали Чтобы Просто все это выучить И что Эта актриса Которая снимала Сделала Но Я помню Я 2 недели Я вот так вот Сидела Листала Готовила Текст Просто Чтобы его Хотя бы запомнить И вот так Плакала Плакала У меня все Эти листы Были так Слезах 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 И я сидела В комнате И просто не выходила Это было лето И только все Начало открываться В Испании Нельзя было вообще Выходить из дома И потом Неделя до начала Съемок Мне звонит Менеджер Говорит Катя Ну потом Мне конечно Позвонил И продюсер У нас были уже Даже репетиции С актерами Значит Будет какой-то Еще более Крутой проект Но если бы меня взяли На этот сериал Я бы не смогла Участвовать в холостяке Вот видишь Мы и делаем выводы Что значит Все к лучшему На тот момент Я очень расстроилась Конечно Расскажи про тот Марафон Про то приложение Про тот проект Курс Ты запустила Буквально недавно И вот так активно Промоутируешь У себя в соцсетях Да Этот курс Вообще Это как Мое дитя Этот курс Мы создали В Испании Год назад Я долго Очень искала Профессионалов С которыми Я хотела Его создать Вообще Как это все Получилось Я получала Очень много вопросов Меня спрашивали Как ты тренируешься Чем ты питаешься Я думаю Почему бы не создать Просто курс Где я расскажу О своем опыте И плюс Два профессионала Смогут дать Какие-то адвайсы Советы Которые Помогут всем девушкам Добиться того тела Которого они Именно и хотят Курс рассчитан на то Чтобы ты занималась По нему Всю свою жизнь И он так Собственно и организован Потом Есть гигантский Раздел питания Где Тебе не скажут Тебе нужно кушать То и то Потому что У всех людей Вкусы разные Там есть даже Блок для вегетарианцев То есть Советы для вегетарианцев Как нужно питаться То есть С помощью этих советов Ты адаптируешь свое меню Зная И уже начиная Употреблять пищу С головой То есть Ты понимаешь Как на тебя влияет То что ты ешь Сколько тебе Калорий Нужно употреблять Чтобы похудеть Или наоборот Есть девочки Которые хотят Набрать вес То есть У каждого Свои цели И с помощью Этих советов Ты можешь добиться Любой В принципе цели И третья часть Моя любимая часть Это маленькая часть йоги Введение в йогу И плюс там я еще рассказываю О том Вообще Как важно Организовывать свой день Как важно Чувствовать себя хорошо Как можно С помощью Правильного образа Жизни Вообще добиваться Всего чего ты хочешь Слушай, ну покажи нам Несколько любимых упражнений Твоих Я в том числе Попытаюсь это все повторить Я могу вам показать Своё любимое упражнение На ягодицы Его можно выполнять Жопа нужна Да Его можно выполнять С резинкой Это будет Более сложно Как будем делать С резинки или без Давай поищем Здесь есть резинка Можно без Давай без резинки Но будем иметь в виду Что можно с резинкой Облокачиваемся на локти Ого Ногой наверх Раз Это сильное упражнение Друзья, я согласна Даем ягодиц Восемь Девять Два Сейчас оставляем ногу наверху И пружиним пятьдесят раз Раз Ты издеваешься? Честно, на мой Не опускай так сильно Держи ее в напряжении И наверх Пяткой Раз Потом встаем И делаем махи в стороны Раз Два Три И обязательно делать это без установки Поняли, да, друзья? И машем Сейчас я вспотею И наверх Оставляем наверху Ооо, подожди Стопа! Я халтурю, потому что у меня все болит Я делаю это без паузы С резинкой И три круга То есть 20 махов 50 пружин 20 махов 50 пружин Отдыхаешь Следующая нога Короче, друзья И после этого У вас жопа как орех Обещаю Я тоже вам обещаю Так Молодец Это, кстати, классная штука И главное Не Крутить тазу Ну все Поняли, друзья? Ты сказала, когда мы сидели в ресторане О том, что у тебя были сложные отношения Вот эти абьюзивные Ты сказала, что у тебя там Мы не абьюзивные были Мы просто были маленькие Сумасшедшие Какие-то влюбленные Два психа Это твои первые были какие-то отношения, да, получается? А сколько тебе было лет? Мы встречались год С 18 до 19 лет Больше нас Больше нас не хватило Ты был испанец, да, мальчик? Да, он был испанец Ну, знаете, когда все так Мы очень странно познакомились Все так было быстро Такие какие-то сумасшедшие чувства Я такая Очень спонтанный человек Такой очень сумасшедший Он тоже То есть мы два Были просто психа То есть А мы хотим Окей, поехали в аэропорт Поехали Окей, полетели туда Окей, полетели А у тебя с собой такой Да, вещи, да, без разницы Потом что-нибудь придумаем Найдем А где спонтан? Да, без разницы Поехали Все, мы едем То есть такие вещи мы делали А ты отдельно от родителей жила? Я стала до 18 лет жить одна Вот как раз когда я Мы познакомились с летом Вот в сентябре После лета я стала жить одна Он хотел жить со мной Но я просто Хотела жить больше с подружкой Но как-то мне было 18 лет И не хотела жить с парнем Он жил рядом Короче В соседнем подъезде Вот Да, ну это Наверное тоже привело Вот к этому Что Когда ты Резко начинаешь проводить Очень много времени С каким-то человеком У тебя срывает голову И ты просто забываешь Я забыла про подружек Про семью У меня не существовало ничего То есть ты полностью ушла в отношения Да То есть я вот была Только мы были вот два шизоида То есть вдвоем постоянно И конечно я сейчас анализирую И понимаю, что это Ну плохо Понятное дело Это бы плохо кончилось То есть я помню Были такие моменты Что все-таки Прошло там какое-то Четыре месяца И я такая Ага У меня же еще есть подружки С которыми я тоже хочу Пробходить время И куда-то сходить Вот начались проблемы То, что он ревновал очень сильно Я никогда не говорил мне Я ревную тебя Он мне говорил Как бы он делал так Чтобы я психологически думала Что я делаю плохо Или что я плохая Или что там Я некрасивая Ну нет Про красоту нет Больше вот про Что я плохой человек А вот ты маминет Мне же вот ты плохая дочь Ты понимаешь И пришел такой момент Там через год уже Когда мы были На пике расставания Что я думаю Если я такая плохая Зачем жить тогда Ну то есть у меня были такие Можли Ну типа я не хотела Сброситься там с балкона Но реально у меня были Такие заседали Проскакивали мысли То что Слушай, блин Я аж реально такая плохая То что там друзья Меня там не любят Родители И родители мне так все делаю Плохо Наверное То есть он стелил в тебя Это уверенность Да Он был наверное Может быть Я вот сейчас понимаю Наверное в силу своей неуверенности В себе Он хотел вот меня вот так Загнуть и Прогнуть И забрать Но Не тот я человек Наверное Ну то есть Вот у нас были вот эти бои С ним Знаешь В итоге Ушла от него Ну да Мы так расстались То есть это было такое Там трагедия Что он Просто приехал в другой город Потому что Мы не могли жить В одном городе Когда ты маленький Ну молодой И без опыта Ты не У тебя нет каких-то критериев Которые тебе важны То есть ты просто Почему говорят Что первая любовь Читая сумасшедшая Потому что ты не думаешь Ты просто вот Что чувствуешь Что и делаешь А сейчас конечно Уже существуют Какие-то стандарты Которые Ага Это 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 Что для тебя сейчас важно Не исчислим мы список Что для тебя сейчас важно В мужчине Ну Как Самое важное Конечно Чтобы я чувствовала Этого человека Чтобы он мне нравился Мне очень важно Я думаю Все уже по этому интервью Поняли Что я достаточно Амбициозный человек И я Ну как Мне нужно Чтобы меня уважали Как личность Уважали мою работу Это тяжело То есть я хочу быть актрисой Я публичный человек Это тяжело Так же Как допустим Для меня Тяжело Иметь отношение С человеком Который публичный Это два публичных человека Это еще сложнее Хотя бы Когда один То ты просто Свою личную жизнь Не показываешь И это как-то Люди Не Не так сильно Роются Я понимаю Очень хорошо Сейчас Почему тяжело Отношения После Программы Продолжает Во-первых Вот этот перерыв А во-вторых Вот этот Вот под лупой Просто Вот этот Гигантский Интерес Людей Который Рассматривает Ваши отношения И всем интересно И вот Все О тебе Чего-то Хотят Думаешь Да все Уже Ну как бы Проект Закончился Никто же Не ходит Не показывает Когда он В туалет Ходит Ну То же самое Ты говорила Что ты Не готова Оставить Свою жизнь Ради чего-то Но сейчас Получается Ты все-таки Ну как бы Ради работы Ради работы Я оставлю Ради мужчины Имеешь ввиду Ты не готова Оставить Все что есть Ну то есть Как Мне 23 года И что Что мне делать То есть Подожди Ты не рассматриваешь Вариант того Что ты рано Можешь выйти замуж А в чем проблема Выйти замуж Даже Ну Допустим Выйдешь замуж В Москве И останешься здесь Нет Ну окей Ну то есть Я не Я не привязываюсь Я не говорю Что там Я не хочу То есть Если Видишь Мы Выбираем Наше место Жительства По Как бы Ты можешь жить В райском уголке Но если Там У тебя Там Что-то Не складывается Другие Какие-то обстоятельства Тебе там Не будет Нравиться Вот Точно так же И С Москвой Или с Любым Другим Городом То есть Если у меня Моя жизнь Будет Развиваться В Москве Моя работа Мои отношения Там Так далее И так далее И так далее То конечно Я не против Жить в Москве Самый большой урок Который ты Получила В этой жизни Урок Не знаю Наверное Это Моя О чем Сказал Он мне Говорит Кать Ты Всегда Должна Быть Уже Готова К Возможностям Которые К тебе Придут То есть Если К тебе Приходит Возможность И ты Тогда Начинаешь Хвататься И Что-то Делать Для того Чтобы Научиться Тому Что тебе Нужно Чтобы Достичь Цель Ты Уже Приграла То есть Будь Готова Всегда Заранее Ко Всему Наверное Вот Так О чем Нибудь Жалеешь Нет Вообще Что Будь Ты Сказала Маленькой Кате Что У нее Все Будет Хорошо Не Знаю Что Будь Я Сказала Маленькой Кате Ничего Просто Не Знаю Ну Я бы Не Говорила Что У тебя Все Будет Хорошо Она Расслабилась Я Просто Промолчала Расслабилась